Если вы помните учебник по психологии, то вы знаете, что Верим Джеймс сказал о том, что есть два «Я». «Я реальное» и «Я рефлексивное». Помните? Никто не помнит, как и не важно. Смотрите. «Я реальное» — это саунд. Если очень просто, самость — это все то, что человека не оставляет равнодушным. Ну, можно это назвать, как так скажем? У нас называется самость, да? Селф. То есть то, что я люблю и то, что я не люблю, — это очень важная характеристика меня. Спроси у человека, что ты любишь, спроси, что ты не любишь. Ты про него очень много услышишь. Это такая квинтэссенция, да? Потому что нет двух одинаковых людей. Понятно это, да? Как эта самость формируется, это скорее дело второй мотивации. Потому что нравится, не нравится, вкусно, невкусно. Это мы пропустили эту тему. Тем не менее, конечно, рано или поздно человек уже может дать отчет о том, что он любит, а что он не любит. Причем где-то вот к двенадцати годам появляется готовность говорить на эту тему. Вот это я люблю, вот это мой идеал, вот я хочу быть как дзен и королева воина, а не как там ваши герои школьной литературы. И чтобы вы про это не думали, да? И так далее. И это провожается и дальше. Здесь сейчас культурная ошибка происходит, потому что дети не исследуют нравственный путь зрелого человека на примере героев «Войны мира» и «Виды Дресни», а исследуют они на примере героев «Звездных войн». И там нравственные коллизии покруче будут, куда там Андрею Бахмонскому. Ну, таким уж и своим руслением, селезнодороженом, 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 вместе этого элегера Скайуокера, ужас какой-то. Тем не менее, тем не менее, то есть это уже вопрос такой поисковой толерантности, да, которая, эту тему старого мотивации мы ее не брали. Но главное другое, что когда ребеночек хорошо растет, нормально, здоровым образом, у него это самое становится все более богатой и дифференцированной. Он уже не просто любит сладенькое, а он, знаете, сорта шоколада различает. Ну и так же мы с вами не просто выпить, а конкретный год, конкретно уважают, конкретно. Ну, понятно, да, то есть вот человек чем тот же, тем вот здесь вот все такое изощреннее, изысканнее, да. Раннего бы я не люблю, после этого нет. Ну, что-то такое. Вот культура, она специально создана для того, чтобы вот здесь было богато. Так же и не люблю тоже, да, смотрите, люблю и не люблю, не важно, важно, что это и той, и другой меня трогает. Все остальное бесконечно, конечно, просто меня не трогает. Хороший или плохой я не знаю, меня не трогает. Значит, к моей самости это не имеет отношения. Значит, меня нельзя обидеть, если сейчас там, мне вот ругать какого-нибудь казахского поэта. Потому что это не имеет отношения к моей самости, а к вашей, может, и тебе. Понятно это, да? Почему я сейчас сказала, нельзя обидеть? Потому что самость такая мягкая, нежная, нечто, что я очень... Из-за того, что она у меня есть, из-за того, что я что-то люблю, я становлюсь уязвимой. Потому что если кто-то при мне будет ругать то, что я люблю, это будет... А нет. Лично мне. Понятно? Поэтому мои дети не хотят ничего любить. Они уже пережили, что такое будет уязвимым из-за того, что ты что-то любил. Ты как бы. Понятно? Это рискованно, любить рискованно. Так вот, для того, чтобы эта нежная самость, чтобы человек все-таки мог себе позволить, есть второе Я, по джеймсу. Ну, собственно, если это самость, то так и остается, вот, под буквой Я. Вот это Я существует... Вот здесь, на границах. Вот она, тема границ. Видите, я все обвиваю? У меня также есть инфор, у взрослого человека, который специально занимается тем, чтобы отстаивать собственное. Чтобы не давать кому зря покушаться на мою нежную самость. Чтобы не давать в обиду то, что я считаю ценностью. Или тех, кого я люблю. Понятно? Это Я рефлексивный. Фрейд и Франкл, несмотря на разницу подходов, абсолютно идентично толковали Я. Они говорили, что Я... Ну, Фрейд так просто говорил, что Я рождается на поле боя. А Франкл говорил о том, что Я становится сильнее, по мере того, как человек отстаивает собственное. А чтобы что-то отстаивать, значит, ты должен же нападать на него. Поэтому, когда мы растим ребенка, в условиях, когда никто не смеет нападать на его собственное, потому что мама запретила, или потому что этот ребенок очень богатый, высоко поставленный. А те нянечки, которые пытались ему что-то говорить, а те нянечки, которые пытались ему что-то говорить, а мы уволены. Редактор субтитров А.Семкин